Долг платежом красим. Каждый из нас, казалось бы, должен понимать эту простую истину. Но всегда есть люди, которые забывают о платеже или не хотят его совершать. В этих случаях они попадают в поле зрения сотрудников отдела принудительного исполнения. Что будет, если не рассчитаться по долговым обязательствам и к кому приходят судебные исполнители? Ответы на эти вопросы искала наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Должник – это аморальный тип, который пьет и нигде не работает, а долги из него приходится выбивать с милицией. Перед глазами встает именно такой образ, когда речь заходит о клиентах судебных исполнителей. Однако сегодня статус должника может получить любой человек. Например, некто стал банкротом и не смог вернуть долги в силу сложившихся обстоятельств. Где-то сказывается отсутствие дисциплины, когда человек просто забыл погасить штраф в определенные сроки. Есть и случаи, когда должник платит исправно. Но вторая сторона считает присутствие судебного исполнителя обязательным. Есть те граждане, которые являются должниками у нас из года в год на протяжении, наверное, уже лет десяти. Это та же категория обязанных лиц, естественно, пока дети находятся на государственном обеспечении, до достижения 18-летнего возраста, либо до получения образования, так сказать, пока их государство не выпустит в жизнь. Это те же задолженности по коммунальным платежам людей, которые ведут аморальный образ жизни. Избежать встречи с исполнителями просто. Платите по долгам вовремя и не нарушайте свои обязательства. Если вы попали в поле зрения такого специалиста, то нужно как можно скорее обратиться в районный отдел принудительного исполнения. К слову, сейчас всех, у кого имеются долги, оповещают через СМС-уведомление. Есть срок для добровольного исполнения. Он составляет 7 дней с момента получения постановления, с момента, когда стало должнику известно о возбуждении исполнительного производства. Вот тогда это будет только долг и без принудительного сбора. По истечении этого срока судебные исполнители приступают к взысканию долга с принудительным сбором, который составляет 10% от суммы долга. Например, просрочили уплату штрафа за нарушение скорости, процент составит 3 рубля. Арифметика проста. Больше сумма – больше процент. 50% исполнительных документов, которые не исполняются в ближайший месяц, после проверки мощного положения, они направляются в удалежание заработка. И на сегодняшний день судебные исполнители контролируют процессы, ежеквартально проверяя бухгалтерии и наниматели, для того, чтобы не соблюдались и не нарушались сроки взыскания, процентное отношение, указанное в предписании судебным исполнителям. И, естественно, это сказывается на реальном исполнении. То есть взыскание посредством обращения на заработную плату и реализация имущества, допустим, когда это имущество не всегда ликвидное, либо не пользуется покупательским большим спросом, все-таки эффективнее, чем реализация имущества. При этом судебный исполнитель может применить как одно, так и вторую меру. В этом году уменьшилось количество исполнительных документов о взысканиях в пользу физических и юридических лиц. Это связано с тем, что, получив судебное постановление, взыскатель сам может решить, привести его в исполнение, либо урегулировать вопрос мирным путем. По выплате алиментов за январь-февраль 2019 года было приведено в исполнение 526 постановлений. За аналогичный период 2020 уже 419. Снизились и выплаты в доход государства, так как суды и органы внутренних дел стали чаще направлять постановления в бухгалтерию по месту работы должника, то есть в счет долга удерживается часть зарплаты. Такой формат увеличивает скорость взыскания. В своей работе судебные исполнители периодически сталкиваются с тем, что не могут получить доступ к имуществу для его оценки либо ареста. Например, физическое лицо не пускает судебного исполнителя в квартиру. Бывают случаи, когда несколько предприятий находятся на одной территории, и должники ссылаются на то, что сотрудника органа принудительного исполнения не пускает собственник помещения или территории. Мол, перед ними имеются задолженности по арендной плате. В таком случае судебный исполнитель обращается в суд с представлением о вскрытии помещения либо территории, в которой необходимо попасть, при этом предоставляя суду доказательства того, что там есть имущество, на которое можно просить взыскание, оно принадлежит должнику. И на основании определения суда мы производим вскрытие помещения с соответствующим составом присутствующих, то есть это обязательно поднятые, проходим на территорию, обращаем взыскание на имущество. Узнать, есть ли у вас задолженности, можно на сайте Министерства юстиции. Сделать это вправе любой белорус. База должников находится в общем доступе. Что касается последствий, то человек остается в системе с пометкой о том, в какие сроки было исполнено постановление и добровольно ли. К слову, при оформлении кредита банки могут обращаться к этой информации. Не забудьте об обязательствах. Не будет проблем.